всем привет небольшие фильтрованные новости или большие как получится я не знаю все что я увидел сегодня по зомбоящему значит первое то что меня порадовало это у нас сегодня в москве будет салют по поводу освобождения прибалтийского города каумус мне так это умиляет как бы в прибалтики живут вас на в основной своей массе люди которые не любят русских но это так и есть они зажимают русских они там не дают паспорта постоянно гнобят кроме этого используют россию для того чтобы доить европу типа мы тут буфер мы тут сдерживаем если не мы то у вас тут сметут и мы продолжаем почему-то считать что предмет предметом гордости то что советские войска освободили каумус при этом они то не считают что мы их освободили они считают что мы их оккупировали и как бы мы агрессор и все прочее и вот в москве я представляю сколько это стоит денег сегодня будет салют и таких в баллам примеров это они вот сейчас уже выдрачивают выдрачивают не знают чтобы такое сделать к чему-то там к 80-летию там или к чему 75-летию чего-то они постоянно придумывают какие-то праздники придумывают придумывают сейчас прям самое масштабное потому что июль как бы но вот сегодня до август начался пару месяцев назад всего у нас был день победы а мы уже к следующему году готовимся народ готовим потому что там опять какой-то очередной юбилей чего-то там будет какая-то круглая дата уже приглашают уже и трампа пригласили официальные всех там приглашают мы постоянно придумываем какие-то праздники причем не какие-то а какие-то вообще ну хрен знает которые когда были не нашей страной это не нашей страны победа это другой страны ссср никакого отношения к россии уже не имеет чем мы гордимся и вот это ваша мать я понимаю зачем это делается чтобы сконсультировать чтобы сплотить общество чтобы было чем гордиться потому что гордиться нас нам не чем я уже говорил для опрос видел какой-то охренел по телевизору спрашивали у людей какие у нас заслуги какие победа чем мортика погордиться за последние 20 лет ни один не сказал ничего если раньше там мы валом было все там газы дни прогрессы ракеты победы и хрен знает что то сейчас не чем гордиться и вот мы сейчас сделаем салют по поводу освобождения каунаса а каунас я думаю в этот момент сделает встречный парад с факельными шествами шествиями будет чествовать ссс это замечательно это такое как это я не знаю это чушь какая-то вообще нормальный человек это объяснить не может то что мы гордимся тем что мы кого-то освободили хотя те кого мы освободили не считают что мы их освободили и уничтожают все советские символики и поднимают на нащит этих там эсэсовцев которые там воевали с нами 8 какой-то бред о котором даже говорить как-то нет неудобно чушь какая-то но так вот теперь значит они еще что они же все эти годы вот эти там все эти 70 80 лет ставили во главу угла ставили что нужно поддержка ветеранов вот мы поддерживаем ветеранов нужно всем дать квартиры и это из года в год из десятилетий здесь в десятилетии из 80-х годов это все помню ветеранам нужно дать в 70-х этого не говорила потому не говорили потому что они все были живы к 80-м они начали у меня там дядька умер уже там 80 в самом начале 80 который воевал дед умер середины 90-х который на двух войнах воевал как бы тогда это еще не очень было сейчас их меньше 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 было и вот все надо же надо всем надо всем следующий год следующие выборы мы всем дадим по квартире теперь давайте уже некому и казалось бы они все померли спокойно без квартир но надо же что-то говорить а что мы будем говорить а мы будем сейчас новый закон справедливая россия сейчас слушал сергея миронова кто не знает это такой такая партия такая как бы справедливая россия которая хер знает что делает и хер знает зачем она в этой госдуме сидит то есть есть кпр рф лдпр которые якобы якобы имитируют какую-то оппозицию хотя это конечно не оппозиция справедливая россия это маленькая единая россия просто чтобы оттянуть голоса у тех кто имитирует то есть ну такой паноптикум какой-то просто так вот сергей миронов со своей партии выдвинул предложил законодателям принять закон помощи детям войны детям войны то есть но ветераном мы не успели как бы ну извините как получилось теперь мы будем обещать детям помогать это представляете сейчас даже те кто только-только родился понятно что все поумирали и дети уже поумирались но даже те кто родился которым были год два три там четыре там как моей маме допустим так им 80 уже за 80 и теперь давайте мы будем им помогать представьте куда ребенок полтора два года там три четыре года долг вот он сейчас умирает к старости его будет подожди подожди пойти сейчас квартиру какой бред какая бредовая страна и этот же а вот еще плавно переходя к следующей новости этот значит миронов это его сейчас послушал на территории смыслов значит где-то там в крыму или в сочи даже на где краснодарском крае вот это вот собирают вот этих мерзких молодогвардейцев которые очень хотят стать чиновниками вы знаете раньше в девяностые допустим молодежь хотела стать бандюками потому что это было престижно это было выгодно это было дорого красные пиджаки денег на хрена сильные сейчас все хотят стать чиновниками вот те же те же ублюдки они теперь хотят стать чиновниками для этого они лезут туда во власть естественно это чаще всего дети этих чиновников и вот они территории смысла сириусы куда вваливается бабло их учат как разворовывать страну и вот этот его и вот это значит миронов сейчас сидит там и он их обучает что нужно делать и при этом значит он повторяет он видимо с утра посмотрел youtube он перенастроился потому что два дня назад говорили о пожарах что как бы ну ребята до этого говорили что мы сволочи сами все это сожгли все эти леса шашлыки бросаем окурки ждем надо бороться надо штрафовать вас гадов сейчас об этом не говорят сейчас говорят да это далеко где-то там 200-300 километров невыгодно поэтому мы тушить не будем но народ сбунтовался сейчас у меня подписчики игры да чего вы шумите вот поэтому и шумят интернет зашумел народ зашумел брожение пошло а эти держат руку на пульсе они посмотрели опа надо так надо переобуться путин быстро переобулся 10 самолетов туда хрен знает тучу вертолетов туда армию туда на тушение сегодня туда отправили но мне нравится позиция чиновников и путин в этом плане такой же как миронов сейчас они рассказывают сейчас этот рассказывает миронов говорит вот вы смотрите плотину же построили пару лет назад они же клялись и такой они он такой замечательную фразу сказал где прям у меня улыбнуло это у каждой трагедии есть фамилия то есть нужно найти виноватого нужно найти стрельни стрелочника травм и вот он говорит это такая вот вот у путина кстати на этом то же самое он говорит ну вот и к нему обращаются за чем-нибудь говорят а вот там у нас там затопило то-то-то-то-то-то-то-то он говорит я в курсе и так вот знаете как подходит так обнимает игры нас затопило и начинает народу рассказывать то с чем к нему обращается народ понимаете он типа взята с вами это самое главное принять сторону народа сразу не спорить с ним не доказывать ничего такой сразу да действительно что за херня надо с этим разобраться и у народа полное ощущение что он наш и что он никакого отношения не имеет к разворованным деньгам с этой плотины которую построили а это же все государство почему ее размыло хотя говорили что она сто лет простоит да потому что они же сука воруют у меня знакомый мэр евпатории был меня познакомили в четырнадцать пятнадцатом году с ним но он там из бывших там крымских и все прочее и я хотел провести там первый турнир мы его провели в апреле пятнадцатого года как только присоединили крым мы провели чемпионат россии по пауэрлифтингу по национальной ассоциации пауэрлифтинга и вот я организовывал я летал и договаривался встречался с ним на том чтобы там скидки сделали на базе там пара олимпийской бывшей украинской мы там провели турнир замечательно он помог все и вот как бы я его знал и друзей в основном конечно друзей я через друзей и вот я спрашиваю в Евпаторию я часто ездил и спрашиваю какие дороги разбиты здесь он говорит мэр сидит вот этот как бы ну относительно молодой конечно парень он говорит если я начну втрое если я брать у государства деньги меня посадят как посадили всех нахер вокруг и как в стране садят то есть они сначала засылают бабло те жрут 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 отправляют обратно сами жрут откаты делают а потом их накрывают обычная нормальная схема он говорит я не хочу чтобы меня посадили и поэтому вся евпатория была разрушена вся а тут бас я узнаю несколько месяцев назад что его арестовали и спрашиваю что случилось не ну чё ему предложили сказали тут идет огромный транш надо будет как бы начать осваивать бабло он сказал нет ему говорят освободи кресло мы посадим посадим того кто скажет да он отказался естественно фсб звоночек естественно его с 90-х годов он разработках был там на них на всех абсолютно на всех чиновниках фсб есть дела только звоночек хоп приняли его всех родственников всю верхушку все кто ходили там блатовали по евпатории всех их приняли всех повязали все почистили поляну сейчас посадят человека который будет осваивать это бабло который будет отправлять откаты все отправляется обратно все что и заходит туда вот эти все олимпиады все чемпионаты мира все что не строится крымские мосты все что не строится все откатывается потом в москву с чего нажирует причем она лопается и откуда у этих сук блять у всех миллиарды они все форбс блять у нас забили одни русские фамилии вот как я увлекся я углубился как меня куда-то понесло да собственно и все и хватит и я и так как бы высказал то что хотел в принципе это и так ежедневно высказывают а мы наблюдаем продолжаем смотрим за этим театром абсурда за этим вот их за игрой престолов я вчера позавчера обсуждал фильм игра престолов не понимал как людям может нравиться один сплошной негатив вот у нас по телевизору то же самое если раньше с ссср у нас было все плохо но при этом по телевизору нас говоришь у закрома родина забиваются тут и тут может я по-другому смотрю может я тогда бы смотрел конечно так же как сейчас без розовых очков сейчас я смотрю и вижу ложь 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 наглая ложь пипецки наглая ложь вообще зашкаливающая ложь ну вот смотрим наблюдаем за этим за этим сериалом за этим цирком за этими веселыми ребятам которые живут там наверху в Москве своей жизнью какой-то космической и рассказывают нам о том как жить весело и как можно жить всем пока это были фильтрованные новости конечно чуть-чуть до темного